9 часов в темноте под завалами. Около 10 человек еще должны найти спасателей в руинах обрушившегося жилого дома в Батуми. Среди них есть несовершеннолетние. На прямую связь из Грузии выходит наш корреспондент Михаил Рабакидзе. Михаил, здравствуйте. Ждем от вас последние данные. Арман, здравствуйте. Вот новость последних минут, и эта новость хорошая. Только что спасатели вышли на, так сказать, путь к женщине и ее малышу, маленькому ребенку, который все это время находится под завалами. Уже удалось вот-вот до них добраться, и спасатели даже подали воду женщине, которая попросила. И вот сейчас необходимо несколько вот этих плит раздвинуть для того, чтобы вызволить женщину и ее малыша из вот этого плена каменного, в котором они находятся с 12 часов дня рядом. У этого здания ждет женщина, ее супруг и брат. И, конечно же, они все очень нервничают. У женщины разведился мобильный телефон, и она последние несколько часов уже не могла выходить на связь. И вот сейчас, когда спасатели вышли вот именно на то место, где происходит разбор завалов, они вышли с ними на контакт. Так что два человека точно живы. Что касается остальных, то неизвестна их судьба, потому что больше на связь никто не выходил. Тем временем идет расчистка этих завалов, и быстро она идти не может, по той причине, что все это может еще больше рухнуть, потому что эти конструкции и так еле-еле держатся. И там огромная масса вот этого железобетона, и плюс еще мебель, и вот все, что находилось в этом корпусе до обвала. На месте находится премьер-министр, он тоже сделал первый комментарий. Мы сделаем все возможное, чтобы спасти всех людей, оказавшихся в беде. Все силы сейчас мобилизованы в Батуми. Спасатели перебросили из соседних регионов и Тбилиси. Необходимая техника уже на месте. О причинах сейчас говорить сложно. Главное на данном этапе – люди. Ну, тем не менее, естественно, всех интересуют причины, хотя говорить об экспертизе действительно и о точных каких-то выводах пока что сложно. Но речь идет о том, что на протяжении последнего периода вот именно в этом подъезде было очень много ремонтных работ, сносились опорные стены. И, кроме того, на первом этаже строился салон красоты, и также шли ремонтные работы на территории подвала. Фактически у этого подъезда не было больше никакого фундамента. И, по всей видимости, это и стало причиной обрушения. Арман. Спасибо, Михаил. На прямой связи из Грузии был наш корреспондент Михаил Рабакидзе.